У американцев главное, чтобы было все с улыбками. Их Карнеги научил лицемерить. В Америке такие люди гамбургеры ходят. Бедные американские мужики, они всего боятся сегодня. Один американец, это как четыре русских сотрудника. Я спросил у одного своего коллеги, американского профессора, сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2. Сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2? А я не знаю. Ваша математика не очень помогла с экономикой СССР. Те приходят в театр одеты как портянки. Тупили они. Все американцы знают чайковский. Если они не знают чайковских, то... Факт? Поэтому я живу в России. Но это не так, конечно. В России это завод жалоб. Про это слово я не буду говорить. Американцы что, правда не очень умные? Так они, наверное, там все толстые, а улыбаются постоянно, потому что денег хотят заработать. Не искренне. Хьюстон. Скорее всего, так думают те, кто в детстве смотрел Михаила Задорнова. Если вам немножко за 25, то, скорее всего, советский сатирик у вас ассоциируется с такими шутками о США, ну или авторским словообразованием. Богатырь из двух слов бог и тырить. Ну а тем, кому немного за 40, помнят, что Михаил Задорнов это такой позднесоветский ургант. Сначала он выступал со стендапами, а потом пошел работать на телек. В новогоднюю ночь 91-го из-за его обращения даже сместили по времени бой кремлевских курантов. Никогда до и после такого не было. И политики проявили благоразумность, порадовали нас 92-м годом, за что им особое общенародное поголовное спасибо. Тем не менее, в аналог современной мем-истории вошли именно его шутки о гражданах США, которых мы, кстати, позвали сегодня, для того, чтобы разобраться, сколько было правды в тех самых шутках нулевых. Мужчина, который вырос в гетто с темнокожими и сейчас топит за традиционные ценности, прогрессивный продюсер кино и молодая девушка, которая приехала учиться в МГИМО, наши сегодняшние гости, которые решили копнуть глубже. Чем мы отличаемся в целом от американцев? Почему над ними смеемся, но при этом подражаем? Как всегда, не просто реакция, а целый фильм исследования. Поэтому подпишись на «Здесь настоящие люди» и приятного просмотра. Здравствуйте, Тим. Добрый вечер. Знаете ли вы, кто такой Задорнов? Задорнов? Видом, по-моему, рекламы на улице. Когда я сказал, что у нас в гостях будет Рэйчел, мне все сказали, что «О, как в сериале «Друзья». В жизни часто так говорят? Да, много раз. Особенно здесь, в России. Правда ли, что вы приехали из США специально в Россию? Правда и правда. Было-то тяжело. Я не смог найти свое место на свете. Начнем? Давайте, да. Интересно узнать, что он думает о американцах. Но я вынужден был в Вадим Макдонс, и я говорю, дайте, пожалуйста, соленый огурец. Правда, там все с улыбками обязательно. Знаете, у американцев главное, чтобы было все с улыбками. Их Карнеги научил лицемерить, и они все говорят с улыбками. Не потому, что они вас любят, они вас терпеть не могут, но они с улыбкой все. Выезжаешь из гостиницы, они тебя спрашивают, как вам понравилось пребывание в нашей гостинице? Ты говоришь, замечательно. Вот разговор такой. Он говорит, приезжайте к нам. Я ему говорю, чудовищно. Он смотрит на меня, у него улыбка остается, а что сказать, не знаю. Правда ли, что американцы все время улыбаются? Это было интересно, когда я приехала в Россию, и я ходила на улицах, и обычно люди не улыбаются на меня, а в США это нормально. И даже когда я водила на машину, а люди просто, привет, я не знаю их. Но это зависит от города. Я думаю, что по улицам Нью-Йорка ты не так часто встречаешь с улыбками каждый день в 7 утра. Честно говоря, это один из нюансов американской культуры, который мне не нравится. То есть улыбка у американцев больше связана именно со сферой обслуживания, нежели чем с менталитетом? Я думаю, что да. Чаще всего это, ну, как бы, есть работа, работа, чтобы клиент всегда прав. Жизнь в гетто немножко излучила меня от этого. Жизнь в России полностью убила улыбку в меня. Ну, вы знаете, звучит очень грустно, что Россия убила у вас улыбку. Да хорошо, переоформляем на слова, что Россия убила бету самсу в мне. Это звучит лучше. А почему так? Почему вы так улыбаетесь сейчас? Я не знаю. Может быть, потому что мы счастливые люди? Нет. Скорее, это тоже связано с протестантизмом. Не забудьте, в России, где православие, у нас есть шторы, у этих там шведов и прочих протестантов там на севере у них нет штор, потому что даже мы должны показать, какие мы прекрасные протестанты, да? Это что-то связано с этим. Мы их представляли раньше худенькими по их фильмам. Имейте в виду, они все худеньких фильмы сняли уже давно у себя. А по Америке такие люди гамбургеры ходят. По сравнению с ними, наши шполугладчицы модели. Я вам должен сказать, американцы действительно отличаются тем, что они едят везде и всегда. Беспрерывно. Они едят, вот чтобы вы поняли, они едят так же беспрерывно, как русские воруют. Как русские воруют. Это хорошее сравнение. Я полная. Я полная. Нет. Спорт в Америке очень развит с детства до пенсионера возраста. Поэтому это стереотип, что все толстые только кушают, кушают. Реально, вот все так и есть. И не забудьте, что в каждом Валмарте, то есть это продуктовый магазин гигантского размера, а у них всегда есть для посетителей электроскутера для очень толстых людей, которые настолько толстые, что не могут даже идти. Ну, конечно, у нас есть проблемы с диетами. И там есть много полных людей, но там тоже есть люди, как я, которые хожу на зал почти каждый день, которые ездят очень здорово, полезно, полезно еду. Там в Калифорнии, даже в моем родном городе Майами, на пляж там много спортивных людей. Либеральная концепция, идея, на которой Америка основана, это в том, что индивидуум это что-то святое. Потому что в православии у меня не особо нет прав обсуждать Библию, так как я не эксперт. Это дело для святых и для священников, которые прошли семинарии. В протестантской стране каждый дебил наравне с Папа Римским, типа, по логике. Что каждое мнение считается. Из этого мы даем каждому человеку полную свободу вести жизнь, как он хочет. И неудивительно, но люди выбирают гидронизм. Бедные американские мужики, они всего боятся сегодня. Я американца отправляю в Самару с нашего вокзала московского, захожу с ним в СВ, он в ужасе говорит, здесь же две кровати. Я говорю, что? Он говорит, женщина может попасть. и он мне задает вопрос, какие у него основания для защиты будут. Интересно. Правда ли, что американцы настолько... Я не вижу. Я первый раз слышал такое, люди боятся, женщины, но я просто не встретил это. Ну, допустим, вы обжижите, у нас как бы в университете в Америке есть девочки, мальчики, они все живут в одном обжижите. Я не знаю, откуда это, такой стереотип. Это интересный вопрос. Многие мужчины боятся, когда есть вечеринка или тусовка. Они не хотят быть одним с девушкой, потому что, да, есть страх, что, может быть, она обвиняет его в чем-то. Но у большинства мужчин нет такого страха. То есть, он говорит про небольшую группу людей? Да, по-моему, да. В Америке уже учителя боятся сказать ученику, что он лентяй. Боятся. Ученик уже все знает. Он вызовет юриста. Юрист составит иск, что ученик должен был стать писателем. А учитель развил в нем комплекс неполноценности, он не станет теперь писателем, поэтому учитель должен выплатить ему все гонорары, которые Бог заработал, если бы стал писателем. Да. Учитель не могут быть то есть truthful. И может быть, есть проблемы у ученика, но учители не могут ничего не сделать с этим. И это из-за родителей, по-моему. Родители думают, что их дочери и сыны абсолютно правда всегда. Но это не так, конечно. Да, опять, это либеральное общество, и в нем нам нельзя говорить людям, что им надо делать. Но это интересный вопрос, на самом деле, потому что не только в школе, да, то есть, опять, возвращаясь к спорту, раньше всегда было первое место, самое главное. Либо первый, второй, или те, которые стоят на педестале, да, это действительно изменилось немножко, где все получают призы или медаль за участие. И если он намекает там школу, и все должны файлы, и есть такой там инфляции отметок, то есть это уже есть такая, я бы сказал, не только стереотип, но это изменилось. Но это, опять, это культура, где самое главное участие, не кто победит. А у вас в школе так же было? Не так. Я жил в Южном Штатах, я из Флориды, и у нас другая культура, особенно, где я жил в маленьком городе, но в других городах, особенно в больших городах, есть такая ситуация. Ну, как у нас говорят, что Москва это не Россия, так же и в Америке регионы отличаются от крупных городов. Да, точно. Нехорошее слово считается в Америке, хотя в Африке себя называют все нормально. Ну, в Америке это, то, что называется, политкорректность и лицемерием очень развито. Про это слово я не буду говорить. Это очень обидное слово, и даже, когда я в России, я слышу, как молодые люди используют слово. Я, это странно. Мне не нравится это слово, я просто чувствую, как... это не запрещено законом, но запрещено культурой, по-моему, обществом. Вы как человек, который выросли в гетто, скажите, что вы думаете о том, чтобы темнокожих так называть? Уже надо набить татуировку на плече, которая объясняет ответ на этот вопрос. Это настолько часто. Поэтому тот, который сейчас слушает, да, ты там, сидя на диване, слово негр на самом деле не от этого оскорбительного слова негр. Это от слова нигра. Есть это как устаревшее, но не оскорбительное слово. Напоминаю, что это устаревшее слово, как какие-то слова из средневековья на русском. Допустим, мы сейчас говорим рубашка в магазине, а не рубаха-то в магазине. Понятно? Это устаревшее слово. Источник совсем другой. Единственное на русском языке серьезное оскорбление, которое эквивалент английского слова негр это базой. Наши сегодняшние американцы смотрели задорно в оригинале, потому что они знают язык, в данном случае русский. Но знание некоторых языков может принести вам деньги. Я говорю о языке программирования. Например, Netflix, Amazon и даже уютная телега написаны на языке программирования Java. Им вообще пользуются самые популярные ресурсы. И человек, который знает его, безумно востребован. Сбер, Альфа, МТС, Яндекс и даже менее известные IT-компании, которые обслуживают разные приложения и сервисы, прямо сейчас нуждаются в тех, кто умеет ходить на Java. Сейчас вы, наверное, уже подумали, Кипнис предлагают заплатить за обучение, а потом не факт, что получится найти работу, а время сейчас сложное. Но подождите, я нашел место, где вы сначала учитесь, а оплачиваете обучение только после того, как находите реальную работу. Как говорится, скриньте, это Ката Академия. Их главная цель реальное туда устройство выпускников. Вы скажете, Кипнис, ну я знаю такие вот обещания, а чем ты докажешь? А что, если я вам скажу, что Ката Академия заключает с вами договор, в котором прописаны гарантии зарплаты будущей работы в 100 тысяч рублей. Ката Академия поможет вам с трудоустройством, а если вы не потянете обучение, то вам не придется платить ни копейки. Получается, вы ничего не теряете и все риски Академия берет на себя. В Ката Академии вас научат не просто ходить под копирку, а работать в команде, самостоятельно принимать решение, потому что вам придется работать в серьезных компаниях, а бренд Академии дорогого стоит. Если вы ждали какого-то знака свыше, то вот он. Переходите по ссылке в описании и начинайте свое обучение. А пока вы регистрируетесь, я возвращаю вам Тима, Майкла и Рэйчела. Блин, реально какой-то сериал «Друзья» получается. Они не ходят в театры так, как ходят русские люди. Вот вы пришли красиво одеты. Вот пока свет был включен, я посмотрел, красиво одеты. Те приходят в театр одеты как портянки. А вот чтобы парча, пятки в пластыре. Русские люди, они очень переживающие, эмоциональные, они люди, они роботы. американцы едят семечки очищенными. Вам это надо? Ну да, семечки там очищенные, ради удобства, да. Ну, как-то я их не особо не люблю, ни так, ни так, да. Это стереотип, он классный, показывает стереотип, но пятница вечером, суббота в Манхэттене или в Дантаун Чикаго вы увидите в театре люди красиво одетые, в хорошей одежде, а Бродвей звучит все смешно, но факты немножко отличаются. Сразу заметила, когда я приехала в Россию, как девушки одеваются. Очень красиво, очень классно, по-моему. В США, даже на улице, на магазинах с макияжем, хорошие волосы, а в США, если я вставала, я могла просто сразу идти на магазин в пиджамас и все. Вот в творчестве Михаила Задорнова между строк читается, что российские люди более такие иррациональные, творческие, душевные, а американцы больше такие рациональные роботы. Вот вы прожили какое-то время в России. Как вы к такому тезису относитесь? Я согласен в плане, роботы, я не знаю, но культура это часть ДНК России. То есть вот это творческая культура, театр. В принципе, Америка молодая страна, Россия, история России намного больше. Откуда американская история театра? 100 лет назад, 200 лет, и российские дети ходят в театр в школьные классы, по крайней мере, в Москве, я не знаю, в регионах. В Америке, опять, не каждый город есть большой театр. Ну, по поводу театра, я могу полностью поддерживать Америку, потому что театр должен был бы умереть давным-давно. давно. Почему? Потому что это к большому шуту бар, который маскирует, маскируется под логикой, что что-то в этом культурно есть. Но когда взрослые мужики вместо того, чтобы работать или что-нибудь создавать, плящут и плачут на сцене, это дерьмо. Иван Грозний относился к таким людям правильно. Контрактники здорово придумали ходить с видеокамерами по улицам и брать интервью у прохожих американцев. Выкрашенными в рыжий цвет волосами, такой все время подтанцовывающий как будто на шарнирах на вопрос очень просто сформулированный, и проще некуда. Кто такой Гитлер? Вот проще невозможно задать вопрос. Ответил, точно не помню, давно это было. Но кажется, человек был нехороший. Ну, слава Богу, хоть это знает, да? Ну, смотрите, один из стереотипов о том, что вот американцы очень плохо знают историю и особенно, что касается Второй мировой войны. Моя школа научила нас все. Поэтому, как пример развлечений истории Второй мировой войны, ну, меньше степен в Америке, потому что Америка имела, это влияло на историю Америки немножко по-другому, чем европейские страны. В маленьких городах у нас нет такого хорошего образования, к сожалению. Там есть очень хорошие учители, но не всегда хорошая учеба. Я могу просто сказать, образование системы Америки, как в любой стране, есть приоритеты, да, то есть акцент на, ну, скажем так, местной истории. У нас нет федерального надзора, может быть, соблюдения учебы в США, как в России. Единого учебника по истории тоже нет? Да, Как бы к нему не относились? Мы, пожалуйста, мы сейчас не говорим, что это хорошо или плохо, просто как факт. Да, я уверена, что у нас нет другие национальные тесты, может быть, штатные тесты, но федеральные нет. Например, в Флориде есть сейчас конфликт, контроверсия, что у нас очень плохого образования, потому что мы, то есть Флорида, не хочет преподавать историю, как это должно быть. мы хотим устранить несколько, нескольких темов из куррикул, из курсов, поэтому, да, у нас проблемы с этой историей. Почему люди на Западе теперь плохо понимают, что случилось во второй мировой войне, да? Потому что Россия, потому что Россия делает хуйные фильмы и хуйные занимаются маркетингом. И они нас спрашивают, откуда вы? Мы им говорим, мы из Риги, я же родился в Риге. Они говорят, о, Рига, файн. А мы, а я его спрашиваю, а вы знаете, где это? О, неу, 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 но это же столица Латвии. Латвия, файн. А вы знаете, где это? Неу, 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 один из американцев говорит, кажется, Латвия, это в Португалии. Ну, ну, тебе говорят, из Хьюстона. А мы говорим, Хьюстон? А что это такое? О, глаза были у американцев. Вы представляете себе жабу, на которую асфальтирующий каток наехал сзади? Я могу сказать, что мало людей знает, где Рига. И мне кажется, это не только в Америке. Как вы думаете, американцы бы правда удивились, если бы кто-то не знал, из какого они штата или страны? Да, да, они удивились бы и очень сильно. С чем это связано? Потому что в Америке считается, ну, эпицентром мира, что это слишком большое, слишком важное, влиятельное, ну, и более того, это факт. Да, и у меня тоже самая проблема. А я, я лучше, я знаю лучше, чем многие Американцы, но даже считая это, я плохо понимаю и знаю географию. Знаете ли вы, где Латвия? Да, я знаю, да, я точно знаю, где Латвия, но может быть, потому что я живу в России сейчас. До этого, если честно, я не знал. А теперь я знаю. Если бы вы узнали, что кто-то из другой страны не знает, что такое Техас, вы бы удивились? Я удивился бы, да, да, потому что Техас все знают историю, благодаря кино, или Голливуде, или какой-то культуре американская, которая везде, в каждом городе есть какое-то ресторане американской истории. Получается, на то, что все знают, что такое Америка и что такое Техас, сильно повлияло кино и массовой культурой? Да, безусловно. С редким исключением фильмы в России не особо не работают ни в пользу общества, не создают какой-нибудь посыл международный, или резонанс, который может влиять на отношения к России и у других людей. Как-то у нас, у нас нету таких фильмов в России. А может быть, потому что в США мы это не так легко путешествовать по миру, но мы очень долго из Европы, Азии, у нас только Канада и Мексико, да, и вот. Знаете, Рэйчел, в последнее время в России тоже не особо путешествуешь по миру, так что мы с вами становимся все более похожи. Да. Я спросил у одного своего коллеги, американского профессора, сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2? Сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2? А я не знаю. Вот ответ. О, вот. Сейчас, 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 сейчас. Фу. Фу. Вейт. Сейчас, да? Потому что 2 плюс 2 множит 2. Надо умножить сначала, поэтому 2 х 2 это 4, плюс 2 это 6. Я заметил, что только в русских залах есть некоторые люди, которые знают правильный ответ на этот вопрос. Потому что они получили образование достаточно мощное и знают, что сначала производится умножение по правилам. То есть, ответ 6. Американский профессор, естественно, ответил 8. Американец сказал 8. Завел в калькулятор по-своему и получил ответ 8. Говорит, видел? 8. А нашего просто так не возьмешь. И нас спрашивают очень находчиво. Ты на калькуляторе проверял. А что правильнее? Дает ответ калькулятор и компьютер. Ну, у американца есть 2 святых вещи. Это компьютер и психоаналитик. Завели в компьютер. Компьютер-то знает правила. И выдает ответ 6. Я видел домашнее задание моих детей, которые учатся в обычной, ну, государственной русской школе. И это намного сложнее за их возраст, чем я видел в американских школах. Вы критикуете систему в Америке, но, тем не менее, вы же там сформировались. И вы-то ответили правильно. Может быть, с Америкой не так все плохо, поэтому? Ну, я здесь живу долго и я сволочь. Это другой вопрос. Если вы уже мои ответы нададали и хотите, чтобы я защищал Америку, ну, давай вот в этом вопрос, который что-то про математику, то есть, да, может быть, мы долгой, но мы вас победили в холодной войне. Почему? Ваша математика не очень помогла с экономикой СССР. Я очень обожаю математику, поэтому я знаю правила, как правильно, но не все американцы обожают математику, как я обожала. Они не знают правильный ответ. нет. Мы сейчас смотрим Задорного. Вот ваше личное мнение. Вам от этого смешно? Он вызывает вас юмор? Я могу понимать, почему зрителям смешно, потому что был подобие такого в Америке в 80-х русский юморист Яков Смирнов. И у него то же самое. Я как раз смотрю и думаю, что так же так. Он был русским, который выступал в Америке. Шутки про русских. Про ой, в России мы пьем водку, медведи ходят по улицам. Хорошее в юморе в России это то, что у тебя закрыта аудитория. Зрители не смогут уйти. А у него целая карьера на этой шутке. И он надевал шлапку бередой и смеялся. Поэтому я думаю, что мы видим, что всегда есть рынок и потребители, когда есть человек, который понимает, что продавать. Мне смешно, я могу смеяться на этом. Но да, это юмор. Вам не обидно таких шуток? Я думаю, они смешные. Но вам не обидно, что вы Нет, мне не обидно, конечно, нет. Меня не обижает это. То есть, опять, это люди платили билет, они хотят смеяться. Что американцы пишут, что наши. Мы такие разные все-таки. Книга жалобная западного отеля. Американцы, безобразие, по телевизору только местные каналы. Русский кошмар. У нас в номере не свежие полотенца. Русский кошмар. У нас в номере такие же полотенца, как год назад. Нечем пополнить коллекцию. Нормально, ползала этим занималась. Потому что, я понимаю, не обижайтесь, но тапочки белые надоело возить уже из всех. Логика 90-х это очень, к сожалению, устаревшая концепция. Это очень позже, как советский человек вышел первый раз из СССР. Да, все делают. То есть, это не какое-то наше отличие. Я не думаю. Все любят бесплатные вещи, особенно дорогих гостиниц. Я сама это не делаю, но друзья сказали мне, какой красивый, отличный шампунь, есть мыло, я могу все взять, это бесплатно, почему нет, да, это бывает. То есть, современный русский человек в этом плане больше похож на американца. Да, русские жалуются, как никто. Это в России это завод жалоб. Почему русские жалуются больше, чем американцы? Если вы хотите очень серьезный ответ на этот вопрос, потому что мы ближе в России, ближе к азиатам, потому что и в Китае, и в Японии, по-моему, в Индии тоже, более-менее существует какая-то логика в том, что все равно мы ничего не меняем, все равно все так и будет, поэтому ну, что делать? Вот смотрите, у меня есть такое субъективное мнение, к которому я пришел, что русские и американцы гораздо больше похожи друг на друга, чем, например, русские и европейцы. Вот мне интересно, согласны ли вы с этим, если да, то как вы это объясняете, чем именно? Да, потому что США это тоже какая-то большая американцам наплевать на то, как люди думают, мне неинтересно. Вы говорите официально, что вам интересно, как на Западе живут, но на самом деле вам тоже насрать. Я согласен, не только я, есть французский философ, французский писатель Де Токвилл, он как раз написал книги именно про это, в 19 веке, если не ошибаюсь. Он путешествовал по Европе, в России и в Америке, он сделал свой сравнительный анализ. Он сказал, что в Америке отличается в том, что все законы принимаются на местных уровнях, а в России федеральные на верх, то есть вверх-вниз, а в Америке местный верх. Поэтому я думаю, что есть исторические факты, что это менталитет. Большая страна, много ресурсов. Я абсолютно согласна. Когда я приехала в Россию, я чувствовала, как будто я дома, если честно. У меня не было проблемы с культурой. Мои российские друзья похожи на мои американские друзья. У меня нет проблем с какие-то непонятия. Я купил одеяло в Америке, и там инструкция к одеялу было написано не используют как защиту от торнадо. Ну, то есть бесполезную покупку сделал, собственно говоря. Вы лично сталкивались с подобными странными инструкциями? Здесь я могу ответить очень просто. Они все там из-за юридической системы. Люди могут подать суд. Это все основано на этом. Компании, которые производят, говорят, что вы неправильно используют наши товары, поэтому вы не можете судить против нас. То есть вот здесь это конечно не тупые инструкции, и никто не будет защищать от торнадо с одеялом, но это на мой взгляд основано за кооперативную защиту от потенциальных судебных процессов. Поэтому это достаточно банальный ответ. То есть это не из-за того, что американцы такие глупые, и им нужно разжевать, а из-за того, что у них немножко по-другому устроена юридическая система, и лучше перестраховаться, и написать больше гарантийных случаев. «Кентукки! Три дня ареста, три дня ареста, знаете за что? Если вы несете в заднем кармане мороженое, какое ваше собачье дело, где я ношу мороженое?» «Там есть такие законы в США, но никто не может быть наказан для нарушения их. Мы не соблюдаем их». Звучит как фейк. Понимаете истории, как в каждом штате были независимы сначала. Они не сразу присоединились к федерации штатов. В каждом городе, в каждом области есть свои законы. Может быть в каком-то маленьком городе есть такой закон про мороженое. Я лично не знаю, я не был в том городе. Никто не будет судить против этого. Может мэр в каком-то городе 200 лет назад не хотел мороженое, но они наследие того, что в Америке немножко по-другому устроена государственная система, что у них штаты более самобытные, есть свои законы, и поэтому нет центральной власти, которая может сразу отменить эти законы. Это сложнее делать. Я думаю, что да. Рэйчел, чтобы не было ощущения, что мы здесь ругаем американцев или потешаемся ни в коем случае, у Михаила Задорнова есть еще блок сцен, где он рассказывает про какие-то хорошие моменты в Америке. Давайте попробуем найти в Америке что-то хорошее. Окей. А действительно, ведь есть то, чему надо получить с американцев. Может, они тупые, тупые, а кое-кем мы тупее будем. Например, американцы умеют работать, согласитесь, они любят работать, у них невозможно представить себе, чтобы было такое количество праздников и выходных в году. Ну, у них не может быть Новый год 15 дней. Факт? Да. Поэтому я живу в России. О, да, один американец это как четыре русских сотрудника. В России все делается медленно, все через перекур, все вот это. Все не из Америки, это протестантские рабочие культуры, да, которые от Англии, от первых сто лет истории Америки. Любят работать, гордиться тем, что я занят, я очень занят, я так работаю, у меня столько работа. Просто мы более-менее трудоголики, я точно трудоголик, у меня учеба, я тоже работаю, потом мне нужно планировать другие мероприятия для американского землячества, и все равно нужно ходить на зал и встретить с друзьями. Я родился с некоторыми, которые тоже не хотят работать никогда, как русские. Смотрите, мой лучший друг мне несколько раз говорил о том, что русские это некое. Он смотрел какие-то середины. Есть очень много похожего. Давайте сначала. Некоторые русские могут сказать, что на самом деле might make right. То есть, если ты сильный, ты можешь многом. Не отступают от какого-то конфликта, меньше боятся плохого жизни, когда белокожие американцы просто там сидят в терроре, что кто-нибудь будет влезть в их дом и так далее. Наши африканцы и русские очень хорошие спортивные достижения. И как сказать, тоже есть огромная проблема с отцовством и уничтожением семьи. Поэтому я более похож на русских, потому что у меня есть вот это воспитание. А где отличаются, но не воюют. Они деручие, но абсолютно не воинственный народ. Если это имеет значение. То есть я против тебя, побью. Что-то организовывать какие-то войска ради чего-то это им не положено. Отношение к деньгам очень похожее. Африканцы тратят на сегодня и русские тоже. Сегодня единственный день, который существует. Но русские меньше берут кредит. Смотрим дальше хорошее США. У них есть хорошие черты. Есть. Например, в отличие от нас они моются. Вот это засмеялись те, кто поняли в чем нет. Что он имеет ввиду? Я не знаю, может быть, но опять я могу сказать, что там страны машины всегда в Америке было, а в России это как? Может быть, он имеет ввиду это? Я слышала, я никогда не... Это для меня новое? Ну, конечно, мы моемся, но... Из рта много плохих запахов, поэтому телесные запахи не то, ртовые запахи, как это сказать? Кстати, мы нашли ценные ретро-интервью с Михаилом Задорновым и разместили его на Яндекс.Дзен. Посмотрите его по ссылке в описании. На ютубчике его реально могут сейчас заблокировать. Мы с них взяли самые и самые неприглядные черты их жизни и еще наши оставили. Как Гоголь сказал о наших дорогах позапрошлом веке, точно, о наших сегодняшних дорогах. У нас не дороги, у нас направление. И правда, у нас неправильно сказать, я поехал по дороге в Рязань. Правильно, я поехал по направлению к Рязани. Я ездил, что-то случились зубов в конце этой дороги. Правда ли, что в Америке есть культ дорог? Я слышал, что там можно из любой точки в любую точку уехать на машине, потому что их очень много. Ну да, потому что поездов нет хороших. Дорожная система Америки построила после Второй мировой войны, в основном 50-60-х. Это очень солидная история. Практически все американские вводят на машины. Поэтому нам нужны очень хорошие дороги, потому что у нас нет поездов. У нас есть рейсы, конечно, с самолетами, но обычно мы водим. Я недавно в Европе был, и таксист сказал, что он накапал деньги, чтобы ездить именно эту дорогу из Чикаго до Лос-Анджелеса. То есть опять обратно к голливудской теме, как жить в Америке, берешь машину, кабриолей и седешь и едешь до Лос-Анджелеса. И кайфуешь ты. Да. У Задорнова есть главный такой тезис, что американцы тупые. Считаете ли вы, что американцы тупые? Ну, конечно, нет. Может быть, потому что я американка. Если я скажу, а, американские тупые, тогда я тупая. Но я не тупая. Я думаю, я не тупая. Тупые ли они? Или... Да. Я не могу сказать, что одна нация тупее или тупее, чем другие. Я думаю, что есть кривая, где есть экстрим и есть в середине. И в любой нации, в любой стране есть тупые и есть умные. Как американцы воспринимают русских через средства массовой информации? То есть, какой посыл несут? Потому что нам рассказывают, что вот Америка как источник некий зла, а также источник какой-то глупости. А что рассказывают вам про Россию? Только негативнее, к сожалению, из-за такой ситуации геополитической. Россия только говорит ай-яй-яй, запад плохой, ай-яй-яй, они предлагают ответ, почему это плохо, что мы предлагаем. Это не битва в том, что у них такая идея, у нас такая идея. Они предлагают капитализм, а Россия предлагает социализм. Было о чем ссориться и аргументироваться. Теперь у них есть все плохо, окей, теперь что у нас? Мы сами знаем. Раньше тоже была интересная культурная информация, информация музыки. Конечно, мы все знаем чайковский, да? Все американцы знают чайковский. Если они не знают чайковский, то... Скажите мне, Тима, как вы считаете, в чем русская национальная идея? Ну, есть эта концепция русский ковчег, где мы должны, как сказать, ориентируется на плохое будущее и фокусироваться на развитие себя. Я сказал бы, что нам может быть миссия, давайте так, чуть-чуть другое, но как-то как русский ковчег, или наша идея это какая-то сверх развитие традиционное общество. Ну, то есть получается и вам, и нам рассказывают некоторые негативные нарративы друг о друге. Да, да. Но при этом вы знаете чайковского, а мы смотрим сериал Друзья. Почему за всю нашу программу вы смотрели шутки сатирика и при этом ни разу не улыбнулись? Потому что эта тема мне уже скучна. Это запах Макдоналдса для человека, кто работает смену 12 часов в Макдоналдсе. Надеюсь, что вам понравилось услышать мнение человека, который был и там, и тут, и считает, что может быть, есть плюсы и минусы везде. Не дай бог, вы потеряли глаз каким-то образом, и у вас остался один глаз. И представляете, если каждый день человек пришел к тебе, разные люди, когда вы покупаете еду в метро, пришли и сказали что с глазом? И вам придется объяснить что с глазом. И есть какая-то суеверие, допустим, что если мы намазаем глаз медом, это лечит глаз, каждый из этих людей будет сказать потом, ну, знаешь что, надо мазать медом, и ты говоришь одним глазом, я живу одним глазом 15 лет. Если бы просто было мазать медом, я это сделал бы. Хуя вас. Это как сказать мой крест. Как мы видим тоже в Библии, Христос тоже надо было тащить свой крест, но нигде не написано, что ему было в кайф. У нас тут в интернетах принято все упрощать. Вот услышали из уст Михаила Николаевича слово тупые и повесили на всю нацию ярлык. Мне кажется что юморист из Латвии вовсе не считал более глупыми представителей какой-то национальности. Как советский человек он болезненно воспринял распад СССР и юмор ему в этом помогал. Помню одно из первых выступлений в Новой России, когда он вышел к зрителям и сказал «Вот смотрю я на вас и думаю вы уже не товарищи но еще не господа». Но не нравилось ему общество потребления и жизнь с культом гедонизма и заметив как вокруг бывшие советские граждане меняются он эти изменения в них и высмеивал. Да, как представитель своего поколения он считал что граждане постсоветского пространства не должны слепо копировать западные модели поведения но соглашаться с этим или нет решать вам. Сегодня на самом ламповом канале «Здесь настоящие люди» мы не старались искать какие-то готовые формулы а лишь пытались чтобы у вас было время подумать ну например ближайший месяц потому что совсем скоро мы с вами в новой реакции увидимся здесь же подпишись на СНЛ и до встречи Высмеивай те качества американцев которым мы подражаем и тупые не они а тупые мы подражая их тупым качествам вот